К наружным заболеваниям наружного уха относятся травматические наружные отиты, отогематома, хондроприхондрит ушной раковины наружного слухового прохода, инфицированные повреждения кожи ушной раковины наружного слухового прохода, аллергические наружные отиты, инфекционные наружные отиты, куда относятся вирусный наружный отит, бактериальный наружный отит, грибковый наружный отит и наружный отит смешанного генеза, а также наружный отит вследствие воздействия физических факторов, таких как ожоги и отморожения. По данным различных авторов, частота наружных отитов составляет в среднем от 21 до 25% среди воспалительных заболеваний уха. Не более часто встречающиеся возбудители наружных отитов, это золотистый стафилококк, примерно 25-47%, это синегнойная палочка от 2 до 37%, такой разброс дают различные отиты, а также отрицательные различные грамм положительная микрофлора, такая как протей, гемофильный стриптококк, кишечная палочка и другие возбудители. По обобщенным литературным данным, бактериальная форма составляет от 64 до 70% наружных отитов. Отогематома и хондропереходы в душную ракуину. Отогематома данного генезоэтиология, данного заболевания, посттравматическая. Чаще всего возникает у спортсменов, в различных единоборствах, у боксеров, борцов, у пожилых людей, допустим, утром просыпаются, у них возникает данное состояние. За счет травматизации в душную ракуину происходит скопление крови между надхрящницей и хрящом. Хондропереходы, душную ракуину, это воспалительное заболевание, когда в процесс вовлекается надхрящницей и хрящ. Значит, лечение от гематомы, два есть варианта. Первый вариант это удаление крови с помощью тракции шприца, делается в кол. И далее это тугая септическая повязка. При неэффективности данного метода лечения производится разрез. И уже с помощью достаточно широкого разреза удаляется содержимое ушной рака. И также накладывается повязка и антибактериальная терапия. Значит, опасность развития от гематомы, она заключается в том, что данное отделяемое может быть инфицирование с развитием или абсцесса ушной ракуины, или хондроперихандрита ушной ракуины, с дальнейшей деформацией ушной ракуины. Грибковый наружный отец или отомикоз вызывается различными возбудителями. Например, такими как аспергилиус нигер и аспергилиус лавос. Жалобы клиник. Это зуд выраженный, болезненные ощущения, отделяемое из уха. При выраженном отделяемом возможность снижения слуха по кондуктивному типу. Острый гноне средний отец. К трехлетнему возрасту острый средний отец переносит более 70% детей. У 48% детей отец принимает рецидивирующий характер. 25-30% всех ушных заболеваний взрослых в России составляет острый средний отец. За последние 20 лет не наблюдается снижение заболеваемости острым средним отец, несмотря на современные методы лечения антибиотикотерапии. Этиология. Этиология это пневмокок и гемофильная палочка. Примерно 60% всех пациентов этиологичны именно вот эти бактерии. Далее это марокцелла катархалис. Примерно 3-10% случаев. И в меньшей степени это гемолитический стриптококк и золотистый стриптококк. Примерно от 1 до 10% случаев поражения. Острый гнойный средний отец классическими 3 стадии. Первая стадия это доперфоративная стадия. Вторая перфоративная стадия. И третья репаративная стадия. Доперфоративная стадия протекает от нескольких часов до нескольких суток. В эту стадию происходит формирование эксудата в среднем ухе и непосредственно в барабанной полости гнойного эксудата. И отсюда следующая симптоматика. Это выраженный болевой синдром. Снижение слуха по типу кондуктивной тугоухости. И общий интоксикационный синдром. Это повышение температуры тела до фибрильных значений. Нарушение различных функций. Головная боль выраженная. Лечение в доперфоративной стадии острого гнойного среднего отсета. Это этиопатогенетические антибактериальные терапии. Препаратами выбора являются защищенные пенициллины. Такие как амоксиклав, аугменцин, панклав, флемаклав, салютап. По одному грамму два раза в день в течение 7-8 дней. Это антигистаминные препараты. Лучше использовать антигистаминные препараты второго поколения. Такие как Эрюс, Телфаст, Зетек. По одной таблетке в день в течение 10 дней. Декатгистанты. Местное применение в нос для того, чтобы уменьшить отек устицы слуховой трубы в носоглотке. Местная противоиспалительная терапия. Биопорокс ИРС-19. Эндурально. Спиртовые растворы борный спирт 3%. Пути проникновения инфекции в ухо в первую очередь это транспубарный путь. Как раз это связано с тем, что в полости носа, в носоглотке возможно развитие острой или персистирование хронической инфекции. У детей это чаще всего доноэдиты. У взрослых это острые или обострение хронических синуситов, хронические риниты. Также проникновение инфекции может происходить через наружный слуховой проход при нарушении целостности барабанной перепонки. Так называемый транстимпанальный путь. А также гематогенным путем при инфекционных заболеваниях. При коревых, скарлакинозных, например, острогнойных средних оттитов. При развитии воспаления в доперфоративном стадии, при усилении симптоматики или при развитии процесса в течение нескольких дней до 3-4 дней, когда не происходит своевременная естественная перфорация барабанной перепонки, то тогда прибегают к парацинтезу барабанной перепонки. Есть определенные показания. Это длительное заболевание более 3 дней. Выраженные явления и симптомы интоксикации, явления менингизма, особенно у детей, судорожный синдром, фибрильная лихорадка, выраженный болевой синдром. Определенная отоскопическая картина, выраженная гиперемия, синюшность барабанной перепонки, ее выбухание, сглаженность опознавательных знаков. Парацинтез барабанной перепонки или меринготомия проводится специальной парацинтезной иглой в задней нижней квадранте. При выполнении манипуляций именно в этом квадранте наименьшая вероятность повреждения медиальной или лабиринтной стенки барабанной полости. Следующая – это перфоративная стадия, при которой происходит перфорация барабанной перепонки, естественным или сквозным путем, и возникает отерея. В эту стадию происходит уменьшение вплоть до исчезновения болевого синдрома, происходит выраженное улучшение самочувствия, снижение температурной реакции до субфибрильных цифр, или происходит нормализация температуры, но сохраняется выраженная кондуктивная тугоукость. Данная стадия длится примерно 5-8 дней. В эту стадию проводится следующее лечение. Продолжается антибактериальная терапия и антигистаминная терапия, продолжается применение декадгистантов в нос и местная противовоспалительная терапия в нос. Значит, в эту стадию проводятся следующие лечебные мероприятия. Это туалет наружного слухового прохода, для того, чтобы не развился вторичный наружный отит. Производится удаление гноя специальными ватниками со стороны наружного слухового прохода и обработка кожи наружного слухового прохода различными антибактериальными антисептическими препаратами, например, борным спиртом 3%. Также в эту стадию можно проводить местное введение лекарственных препаратов через создавшееся перфорационное отверстие, так называемое транстипанальное введение лекарственных препаратов. Для этого используются специальные ушные капли, например, Нормакс, Ципромет, Полидексан, Атофа. Также можно использовать антиоксиданты, иммунокорректоры. После исчезновения симптомов аторея и рубцевания, перфорации барабанной перепонки возникает третья репаративная стадия. Она характеризуется полным исчезновением атореи, болевого синдрома, рубцеванием перфорацией, нормализацией самочувствия, но остаются жалобы на снижение слуха. То есть здесь еще не происходит полное восстановление слуха в этой стадии. И в связи с этим надо проводить лечебные мероприятия, с помощью которых надо добиться полного восстановления слуха, такие как продувание или катетеризация слуховых труб, сведение лекарственных препаратов, например, таких как дексаметазон, пневмомассаж, барабанной перепонки, различные виды физиотерапии, например, электрофорез с лидазой эндуральной или с юдитом калия. Продолжительность заболевания, общая продолжительность заболевания острым гнойным средним отитом примерно 3 недели. Возможно развитие затяжного течения острого среднего отита до 3 месяцев. Также различают рецидивирующие острый средний отит. Это наличие 3 или более эпизодов отита за 6 месяцев. Или 4 и более эпизодов за 12 месяцев. Возможны следующие исходы острого гнойного воспаления среднего отита. Наиболее оптимальный вариант – это полное выздоровление с восстановлением нормальной тоскопической картины слуховой функции. Второй вариант – развитие адгезивного процесса в ухе или образование сухой перфорации, понижение слуха со стойкой кондуктивной туговости. Переход в хроническую форму с развитием хронического гнойного среднего отита. И наиболее неблагоприятный исход данного заболевания – это восстегновение следующих осложнений, таких как мастеидита, лабиринтита и внутричерепных осложнений, как менингит, абсцессы, различные абсцессы головного мозга и тромбозы синусов твердой мозговой оболочки с развитием сепсиса. Мастеидит – это острое гнойное воспаление сосцевидного отростка. Различают первичный и вторичный мастеидит. Первичный мастеидит, как правило, посттравматический, на фоне специфического процесса или различных инфекционных заболеваний. Вторичный мастеидит является осложнением острого воспаления среднего уха или обострения хронического гнойного среднего отита. Факторы, способствующие развитию мастеидита. Высокая вирулентность инфекции. Общее ослабление организма в связи с наличием таких заболеваний, как диабет, туберкулез, гламеролонефрит, затрудненный отток эксидата из полостей среднего уха и нерациональное или неправильное лечение острого отита. В частности, запоздалый парацинтез. Патоморфологически при мастеидите имеет место следующая ситуация. Это воспаление мукоперевоста клеток отростка с развитием мукоидного набухания слизистой оболочки, мелкоклеточной инфильтрации, нарушение кровообращения, заполнение клеток сирозно-гнойным или кровенисто-гнойным ксудатам. Развитие остоида. Процесс вовлекается костной перемычкой между клетками, которые в дальнейшем разрушаются и расплавляются. С образованием полости, заполненной гноем. Эмпиемы сосцевизного отростка. Клиника мастеидита следующая. Это нарастающий болевой синдром при остром гнойном среднем отите вне зависимости от стадии заболевания. Интоксикационный синдром. Выраженная кондуктивная тугоупость. Местные признаки. Это гиперемия барабанной перепонки. Нависание задней верхней стенки наружного слухового прохода, что является патогноманичным синдромом эмпиемы. Гны течения. Симптом резервуара. Сглаженность ушной складки. Отопыренность ушной раковины при развитии супериостального абсцесса. Рентгенологические признаки. Завалированность клеток сосцевидного отростка. Или признаки деструкции костных структур сосцевидного отростка по рентгенограмму по Шоллеру-Майеру или по компьютерной томографии в височном косте. Различают следующие атипичные формы мастеидита. Мастеидит Гицольда. Мастеидит Мурре. Мастеидит Орлеанского. Мастеидит Четеля. Формы мастеидита при атипичной повышенной пневматизации. Это зигоматицит, когда возникает воспаление воздухоносных клеток, располагающихся в сколовом отростке верхней челюсти. Скламид. Это воспаление клеток, располагающихся в чешуе височной кости. Петрозит. Апицит. Супериостальный абсцесс. Лечение мастеидита в зависимости от стадии течения заболевания. Это может быть консервативное в течение первых трех дней, которое соответствует принципам лечения острого перфоративного гнойного среднего отита при эксудативной стадии мастеидита. И неотложное хирургическое лечение срочной антруммастоидотомии при гнойно-некротической стадии данного заболевания. Значит, антруммастоидотомия. Это трепанация сосцевидного отростка с целью удаления патологически измененной ткани и дренирования барабанной полости. Также выполняется расширенная антруммастоидотомия, трепанация всех ячеек сосцевидного отростка, дополненная обнажением твердой мозговой оболочки и или стенки сигмовидного синуса. Выполняется при наличии внутричерепных осложнений. Мастеидотомия. Полное удаление сосцевидного отростка и у детей в возрасте до года по поводу антрита проводится антруммастоидотомия. Показания контрмастеидотомии. Острогнойно-средний отит, осложненный мастеидитом гнойно-некротической стадии или его атипичной формы. Показания к расширенной антроммастоидотомии. Внутричерепные осложнения, атогенный менингит, тромбоз сигмовидного синуса, атогенный сепсис, абсцессы мозга и мозжечка, возникший на фоне острого гнойно-среднего отита. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok